Вам нравятся ёжики? Этих милых и добрых существ можно встретить в полях, лесах вдоль дорог. Морточка у ёжа маленькая, с вытянутым носом, вся покрытая короткими серыми волосками. Черные, как гусенькие глаза, кажутся внимательными и умными, но видит ёжик плохо, а вот нюх у него прекрасный. Лапы у ёжика короткие, с маленькими когатками, на спине ёж носит колючие иголки. А как же ему без иголок? Ведь они спасают его от врагов. Свернётся ёжик в колючий клубок, ощетинит свои острые иглы. Попробуй-ка, съешь его. Ёжик – хищник. Он питается червяками, жуками, ловит ящериц, седовитых змей, мышей и лягушек. Возле старого пня ёжик устраивает себе норку и устилает её сухими опавшими листьями. Когда настанут холода, он заберётся в свой тёплый уютный домик и крепко проспит до весны. Накроет пушистый снег ежиную норку, никто под снегом не найдёт и сон не потревожит. А весной, когда пригреет тёплое солнышко, побегут ручьи и растает снег, ёжик выходит из норы. Весной в ежиной норе появляются ежата. Они родятся закрытыми глазами и ушами, иголок на ежах сначала нет. Они появляются через час-полтора после рождения, белые и мягкие. Мама ежиха очень любит своих деток, кормит их молоком. Почувствовав первые признаки опасности, перетаскивает в другое место. Когда малыши подрастут, откроются глазки и ушки, а иголки потемнеют и станут твёрдыми, ежаты выходят из норы. Они бегают следом за мамой ежихой, смешно пофыркивая, постукивая коготками. Днём ежи спят в норе, а ночью выходят на охоту. Ежи быстро привыкают и к людям, пьют из блюдца молоко, а мышей ловят не хуже кошек. Детям очень нравится читать и слушать рассказы и сказки про приключения этих колючих зверюшек. Про ежей написано много книг и снято много мультфильмов. Одну из книг про ёжиков написал Андрей Усачёв и называется она «Жили-были ёжики». Книга весёлая, добрая, про ежиное житьё-бытьё. И сегодня мы познакомимся с одной из историй из этой книги. В одном не очень-то дремучем лесу жили ёжики. Папа ёж, мама ежиха и ежата, Вовка и Вероника. Папа ёж был доктором. Он делал больным уколы и перевязки. Собирал лекарственные травы и корешки, из которых делал разные целебные порошки, мази и настойки. Мама работала портнехой. Она шила трусики для зайцев, платья для белок, костюмы для енотов. А в свободное время вязала на спицах шарфы и варежки, коврики и занавески. Ёжику Вовке исполнилось уже три года и он закончил первый класс лесной школы. А его сестрёнка Вероника была ещё совсем маленькой. Но характер у неё был жутко вредный. Она вечно увязывалась за братом. Всюду совала свой чёрный носик. Если что было не по ней, пищала тоненьким голоском. Из-за сестры Вовке часто приходилось оставаться дома. «Ты остаёшься за старшего», — говорила мама, отправляясь по делам. «Смотри, чтобы Вероника не лазила на шкаф, не качалась на люстре и не трогала папины лекарства». Хорошо вздыхал Вовка, думая о том, что погода на улице самая, что ни на есть отличная. Что зайцы сейчас играют в футбол, а белки в прятки. И зачем только мама родила эту песклю? Однажды, когда родителей не было дома, Вероника забралась в большую банку с лекарственным малиновым вареньем и съела всё варенье до самого донышка. Как оно в неё влезло, было совершенно непонятно. Но обратно Вероника выбраться не смогла, и принялась отчаянно вопить. Вовка попробовал вытащить сестру из банки. Ничего не получилось. «Вот и сиди там, пока родители не придут», — злорадно сказал Вовка. «Теперь уж ты точно никуда не денешься, а я пойду погуляю». Тут Вероника подняла такой крик, что Вовка заткнул уши. «Ладно», — сказал он, — «не вопи. Возьму тебя с собой». Вовка выкатил из дома банку с сестрой и задумался, куда бы им пойти. И жирная нора находилась на склоне пригорка. И то ли ветер подул, то ли Вероника решила выбраться самостоятельно. Банка вдруг качнулась и покатилась вниз. «Ай, спасите!» — завещала Вероника. Вовка просился её догонять. Но банка катилась всё быстрее и быстрее, пока не налетела на большой валун. «Дзынь!» Когда Вовка скатился вниз, среди рассыпавшихся осколков стояла Вероника, довольная и невозмутимая. «Ты проиграл», — сказала она. «Я катилась быстрее». Когда родители узнали о случившемся, они кинулись обнимать Веронику, а Вовку отругали за разбитую банку и послали убирать стёкла, чтобы никто не поранился. Вовка был, конечно, рад, что всё обошлось, но всё-таки ему было обидно. «Это несправедливо», — думал он, собирая осколки. На следующий день Вовка рассказал об этом своему загадычному другу, зайцу Сеньке. Сенька почесал лапой за ухом. «Да, младшая сестра не подарок», — согласился он. Сенька был из многодетной семьи, и у него было множество братьев и сестёр. «Но тебе ещё повезло», — сказал опытный Сенька. «Знаешь, что хуже, чем младшая сестра, старшие сёстры?» Тует заяц приподнял одно ухо и прошептал. «Тихо! Если что, ты меня не видел!» И исчез в кустах. На поляне появились три Сенькины сестры-близняшки — Зина, Зоя и Зая. «Ты Сеньку не видел?» — Вовка помотал головой. «Если встретишь, передай ему, чтобы домой не возвращался», — сказала одна. «Мы ему все усы повыдергаем», — пригрозила вторая. «И уши оторвём», — добавила третья. Когда сёстры ушли, Сенька выглянула из кустов. «Чего это они?» — удивился ёжик. «А я их куклам усы пририсовал», — сказал Сенька. «Придётся теперь в овраге ночевать». «А ты говоришь, младшая сестра!» В книге несколько историй о семье ёжиков, их друзьях и соседях. И каждая история — это новое маленькое забавное приключение непоседливых ежат. То они обнаруживают в кастрюле с окрошкой лягушонка-легуха. То мама сушит на своих колючках грибы. То ёжик-вовка скачет верхом на волке. Словом, их жизнь полна удивительных приключений и опасностей. И без помощи друзей обойтись им было бы невозможно. Знакомив со своими соседями — зайчатами, бельчатами, бобрятами и хомячками, и жато начинает понимать, что такое дружба, и учится ею дорожить. Мы приглашаем вас познакомиться с книгой Андрея Усачёва «Жили-были ёжики». Субтитры создавал DimaTorzok